В Магнитогорске завершилась приемка школ к новому учебному году. Для многих учебных заведений задача эта была не из легких. Ведь для того, чтобы привести в порядок класс и сделать ремонт, а где-то поменять коммуникации, требуются большие материальные вложения. И здесь, как обычно, на помощь педагогам пришел Магнитогорский металлургический комбинат. В этом году на нужды школ городообразующим предприятиям выделено без малого 3 миллиона рублей. Станислав Юдин расскажет подробнее. Многопрофильный лицей номер один в списке проверочной комиссии – один из последних. Дело в том, что неприятных сюрпризов проверяющая сторона здесь никогда не ждет. Все выданные ранее предписания выполняются. И уже сейчас лицей готов принять свои классы учеников. А между тем, требования к помещениям образовательных учреждений с каждым годом становятся все жестче и выполнять их все сложнее. По словам директора, соответствовать современным стандартам удается во многом благодаря поддержке шефов. Подразделение Магиттагорского металлургического комбината и, конечно же, родителей. С их помощью в этом году обычные ртутные лампы были заменены на светодиодные. Отремонтирована лестница в раздевалку, вложен кафель и заменена сантехника в туалете. В связи с огромным наплывом желающих учиться в лицее детей был открыт новый, переоборудованный из тренажерного зала класс. Класс, который был под тренажерами, мы его отдали под кабинет математики. Так что вот новый объект у нас вступил в действие. Пищеблок, классы, спортзал и раздевалка. Комиссия, в состав которой входят представители управления образования, Роспотребнадзора, пожарные службы, ГИБДД и полиции, планомерно обходят все помещения, заглядывают во все уголки, интересуются деталями. Претензий нет. В этом большая заслуга администрации и лицея. Следовать постоянно меняющимся санитарным правилам и нормам – дело хлопотное и дорогостоящее. В первую очередь обращается внимание на готовность учебных аудиторий. Все классы готовы, мебель везде стоит в классах, доски подготовлены. Не откроем секрета, но чтобы удержать корабль знаний на техническом плаву, его обслуживанием приходится заниматься не только летом, а круглогодично. Когда заканчивается одна приемка, уже начинается подготовка к другой приемке. И в этом году в лице очень многое сделано вот в этом промежуточном периоде. Понятно, что на лето остаются самые большие, самые значимые объекты. Но в течение года лицей тоже продолжает ремонтировать свои аудитории, совершенствовать учебно-воспитательный процесс. На этот раз предписаний в первом лицее вынесено не было. А значит, 1 сентября его воспитанники с радостью усядутся за новенькие парты в отремонтированных классах. Станислав Юдин, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Субтитры создавал DimaTorzok